Доброго времени суток, дорогие друзья! У нас проект Хелик. Сегодня мы поговорим про мировой антисемитизм. В начале прошлой недели в столице Франции, в Париже, напали на молодого религиозного еврея. Пять арабов вначале подошли к нему, потребовали у него денег. После того, как он сказал, что денег нет, они принялись его избивать по лицу, по спине. В конце концов, его положили на землю и приложили к его спине нож. Надо отметить, если бы не прохожие, которые в этот момент оказались рядом, отогнали этих террористов, назовем их так, то никто не знает, чем бы закончилось такое нападение. Данная новость, она не первая и, к сожалению, не последняя. Мы можем вспомнить недавний теракт, который, слава богу, не удался в Йом-Кипур в Германии. Который был притворен в жизнь неонацистам. Арабские постоянные нападения в Западной Европе. Надо отметить, что всплеск антисемитизма в целом в мире на данный момент достигает в процентном соотношении 30-40-х годов. То есть такое напряжение, которое было когда-то в фашистской Германии и не только в мире в частности. Надо отметить, что не так давно также были выпущены рекомендации властей западноевропейских странах и, в принципе, в других странах, которые были приняты еврейскими общинами. А именно рекомендация скрывать кипы, скрывать какие-либо элементы, одежды, которые могут выдавать религиозных евреев и, в принципе, евреев в Западной Европе. Чтобы не подвергаться нападениям антисемитов того или иного разлива. И надо отметить, что данный случай очень четко отражает, что данный еврей, он находился, как говорится, в этом же камуфляже. У него под шляпой была кипа. Но евреи, которые соблюдают Тору или, в принципе, евреи, очень часто выдают его еврейские глаза, которые невозможно спутать. А у этих людей, если их так можно назвать, собачий нюх. И они чувствуют еврейскую душу, еврейские глаза за километр и нападают в любой момент, когда приходится под руку. И вот надо отметить, соблюдая все вот эти вот предписания и устражения, сегодня уже ни один еврей за границей не имеет полной безопасности и гарантии, что он останется в живых, буквально в смысле, при нападении того или иного антисемита или группы антисемитов. Мы видим, что данные позывы, данные звоночки евреям диаспоры все чаще и чаще звучат и все громче. И с нашей стороны надо сказать, что дай бог, чтобы не было все хуже и хуже. Пора, как говорится, собирать чемоданы евреям диаспоры и постепенно, и достаточно быстро в то же время собираться на свою историческую родину, в Израиль, где в принципе достаточно реально жить по-еврейски, достаточно реально, чтобы было все достаточно целостно и жить по-нормальному, чтобы на тебя не нападали. Есть свои проблемы и в Израиле, здесь есть проблемы, которые будут. Но, тем не менее, в Израиле еврей может соблюдать еврейские традиции достаточно спокойно и развиваться уже у себя дома, не бояться того, что будет какое-либо нападение антисемитов. Я нахожусь, за моей спиной находится Махон Мейер, это ешива достаточно большая, в которую съезжается молодежь со всех стран, в том числе и по причинам антисемитизма, в том числе, по причинам того, что они бегут от нападков антисемитов разного разлива. И с Божьей помощью мы должны как можно больше поддерживать евреев, которые поднимаются в Израиль, которые стремятся жить здесь по-еврейски и будут менять этот мир к лучшему. Полный детальный обзор данной новости можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео и другими видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем свидетелем больших чудес в нашей прекрасной стране. Всего доброго и до скорых встреч!